всем привет я очень хочу вам похвастаться своей радостью видите фонари не зря мы сидели две недели каждый день без света нам чинили эти фонари меняли полностью проводку от фонаря к фонарю крутили все лампочки и теперь мне не надо пользоваться вот этим средством я его по привычке взяла оказывается я смогу спокойно к сестре сходить и совсем не бояться вообще на ощупь шли мы по этим лужам спотыкались и падали буквально ну а теперь вот так вот все светло видно и не страшно скажи что это школьный стадион ведь страшно же заходить калитки вот очень хотела похвастаться своей радостью еду я к сестре в гости возможно получится сделать коррекцию то мне уже девочки говорят цветах у тебя ногти пора убавлять обрезать вот и здесь смотрите специально хотел за поворот завернуть чтобы показать что и школе школа тоже освещено очень хорошо стало приятно прямо ходить гулять и окна школьные все сделали светлые и красивые сегодня весь день проливной дождь идет прямо очень сильный как весной только грозы не хватает и плюс 10 примерно то есть достаточно тепло тоже перчатки взяла вот носу их в руках они не понадобились всем привет я хочу волосы показать как я окрасила оттеночным шампунем из фикс прайса мне кажется вообще очень хорошо взяла понравилось я дома покажу вам как он выглядит так что всего 77 рублей на два раза хватает давайте теперь немножко с вами дома поболтаем пока я не могу снимать ролики потому что ногти требуют коррекции я сегодня вечером пойду к кати сделаю коррекцию и поэтому решила просто с вами поболтать днем показала вам как смотрится вот это вот тонирующая маска на волосах говорила что у меня есть седина особенно спереди и вы можете посмотреть как все хорошо закрашивает она и сейчас покажу саму маску просто на улице показала и хочется вот в домашних условиях квартирных уже показать как смотрится как она прокрашивает и краска даже не краска тонирующая маска для волос называется я тон от estelle покупала и фикс прайсе мне подсказала одна из подписчиц кажется наташенька ее зовут спасибо большое отличная краска тонирующая маска то есть я буду каждый раз мыть голову краска это будет смываться она не стойкая но оттенок дает хороший я хочу последнее время вот перейти на такие вот средства чтобы дать волосам немножко отдохнуть от красок потому что сейчас волосы сыпятся и не хочется их травмировать еще больше чем есть на данный момент прокрашивает хорошо я вчера даже сегодня попала немножко под дождик вот так оттенок прокрасила абсолютно все начиная с корней которые были совершенно другого цвета и к заканчивая те места которые имели уже на себе краску другого тона поэтому хорошая вещь спасибо девочки за наводку на самом деле фикс прайсе я брала две тонирующие маски вторую еще не тестировала но обязательно потестирую вам покажу тоже именно эта краска 674 оттенок идет каштановый вот так заявлен и посмотрите мне кажется очень даже подходит как заявлено так и покрасилась хватает на два раза вот за один раз я использовал ровно половину помыла волосы шампунем подсушила чуть-чуть полотенцем нанесла этот тон расчесала расческой но распределила по всей длине волос особое внимание уделила вот самым проблемным как беседеющим местам и под шапочку под полиэтиленовую шапочку на 10 минут всего представляете тут заявлено 5 10 3 10 минут давайте покажу вот информацию вот так и вполне вполне понравилось буду покупать еще когда увижу я куплю еще даже на запас потом сделаю ролик у меня одна тонирующая такая маска ну или шампунь тонирующие они все по-разному называются от фаберлик и теперь вот есть эстель и еще одна как я вам сказала от из фикс прайс и я вот их все три потом сравню между собой и расскажу что мне понравилось больше и что из них более бюджетно и более выгодно дальше о чем я хотела вам сегодня сказать это о губах именно сейчас на губах у меня помада от oriflame такая сиреневая она очень симпатичная сейчас вам покажу оттенок он прямо розовый сиреневый она мне нравится тем что она дает хорошее увлажнение и на губах как бальзамчик то есть даже когда губы начинают сохнуть как бы знать так вот чуть-чуть обветренные она увлажняет неплохо работает мне нравится что мы с вами сейчас поди сделаем это потестируем вот эти два новых средствах для губ эта помада от комплименте 15 оттенок и вот этот вот новый блеск от catrice призматик металлик главу в оттенке 080 и я хочу знаете как его потестировать мы сейчас вам его потестируем на карандаше и без карандаша наносим карандаш и сейчас этот оттенок нанесем два раза давайте вот так из выкрутасов нанесу сначала в один в блеске грамм мало всего 2 и 8 миллилитра чпокает и вот видите разница как он играет на карандаше и отдельно и вот он такой он так переливается так он интересно смотрится на губах я хочу все-таки попробовать на карандаше сейчас мы с вами сотрем я не буду вырезать моменты когда я наношу на себя средства карандаш в оттенке я вам уже много раз показывала 070 девочки говорят это российская марка или бренд давайте смотреть люблю я этот карандаш вообще последнее время я люблю наносить карандаш и вместо помад это один карандаш многие напишут что тебе лучше карандаш без блеска но я сейчас не сравниваю что лучше мне я хочу показать вам продукт на губах понимаете то бывает так показываешь какие-то новинки например рот вейвен я купила что-то декоративку одни понимают что это просто человек показывает вам новинку чтобы вы ее тоже посмотрели оценили и решили надо или нет особенно если новинка неудачная то человек понимает даже благодарен от того что кто-то купил и показал что смотрите неудачная а другие зачем тебе столько да еще такое ерунду купила так вообще-то благодаря тому что я купила эту ерунду вы избегаете ненужной покупки это я уже говорила опять же что это в какой-то мере жертва блогера если называлась блогером если решила вести канал косметики много это моя тематика пусть будет много мы ее был с вами перебирать на моем канале любители косметики поэтому смотрим как она выглядит по моему красиво так шпука это уже не очень приятный звук конечно издает сама помада возможно лучше было бы показать и без солнечный зайчик можно было бы показать и без подложки но с ней кажется блеск лучше выглядит камера не передает такой красоты какая есть на самом деле вообще у меня и глаза сегодня блестят скриплю не я скрипит табуретка если вы слышите вдруг какие-то звуки как скрипу как скрипит классно но в общем смотрите вот так вот и что еще хотела вам показать это вот комплименте двухфаской буду стирать потому что карандаш такой он не скажу что прям уж стойкий но его лучше снимать чем-то таким двухфазным можно сейчас карандаш убрать и посмотреть блеск просто без без подложки блестки остаются вот я убираю и вот по лицу пару блесток я вижу то есть от блеска блестки останутся так вам вряд ли вида но вот прямо я не туда буретка взяла теперь буду скрипеть это чпокает я скриплю давайте просто его один мы с вами эти 28 грамм а сейчас и стратим одна девочка написала что лучше мало показывай ничего не покупай но больше говоря о качестве но будет у меня три помады я вам сниму один ролик о качестве а дальше что и вот он один солнечный зайчик сделаю нет так как со свечой стою да ну в общем вот сильно близко то мне не хочется я смотрю на себя до чтобы я в кадр вся уместилась вместе со щеками далее давайте комплименты теперь смотреть я его еще не наносила ни разу будем с вами вместе тестировать впервые опять вам покажу как я обновляю с помощью своего корректора губы чтобы нанести помаду обновить как бы цвет помады поменять я всегда наношу сначала корректор немножко затушевываю границу и и выбеливаю свои губы ну и давайте теперь 15 оттенок от комплименте смотреть на губах и а и и и и и и и и и Я думала будет ярче, но это хорошо, что она не настолько яркая. Такой более-менее натуральный оттенок. Видно? По-моему, симпатичненько. Для зимы можно было бы и более вишневый какой-то оттенок. В общем, вот так. Чуть-чуть фуксии, чуть-чуть розового. Ну, неплохо. Не скажу я, что прямо вау. Если вот из всех средств, мне всех больше нравится на моих губах вот этот карандаш. И последнее я тут положила, но не заметила. Еще я хотела показать помаду от Artvisage на губах в оттенке 106. Для меня это была прям такая новинка-новинка. Сейчас я вам комплименты для сравнения тоже нанесу на руку, чтобы было видно все оттенки. Так, вот он. У него розовина такая, знаете, немножко, не скажу неон, но, наверное, какая-то яркая фуксия, розовая фуксия. Вот оттенок такой больше светлоголовым. У кого русые волосы, у меня сейчас цвет волос темнее, чем необходимо для этой помады. А вот от Artvisage помада в оттенке 106. Мы сейчас с вами тоже ее на губах посмотрим. Надо ее вообще вот эту вот штуку. Я прошлый раз забыла убрать. Плохо вот эти вот липучки прямо. Потом липкие остаются футляры. Это очень плохо, неприятно. Вот такой оттенок тоже хочу ее потестировать. Мне кажется, она будет самая беспроблемная. Вот они все. Хочу вот еще эту посмотреть, как будет на губах. Так, от комплименты мы тоже двухфаской сотрем. Сегодня глаза немножко бледноватые, потому что нет никаких стрелок. Мне не хотелось сильно яркие, потому что такую вот просто дымку хотела. Эту стираем. Девочки, что я хотела еще сказать. Я последнее время грузила много роликов. И у меня так много комментариев. Огромное вам за них спасибо. Я понимаю, что я с ними не справлюсь. Я каждый прочитаю сегодня. Поставлю вам лайк. Ну, если это не хамский комментарий. У меня прям на хамский, конечно, я лайк не поставлю. Но если я прочитаю, я всем поставлю лайк. К сожалению, не успею. Я вот немножко полайкаю, а потом начну опять отвечать. То есть надо вот это вот. Там около 300 комментариев я не справлю. Чтобы, знаете, так вот от всего сердца. Не просто привет, спасибо, привет, спасибо под копирку. Это, мне кажется, вообще не ответ. Я лучше просто прочитаю, а потом буду в дальнейшем обязательно снова отвечать. Только вот долг вот этот подтяну немножко. И вот это тоже посмотрим на веночку. На губах представляла более розовый. А она такая коричневая, как бы кирпично-коричневая даже. С розовинкой. Вот внешне, думала, чуть по-другому будет. Вы мне напишите, какая будет мне, ну, какая вам понравилась на мне помада больше. Первая была у нас от Oriflame. Да, вот эта. Потом мы проверили с вами. Давайте я так вот карандаш отдельно тоже нанесу. Вот. Это карандаш. Это карандаш с призматиком. От Catrice. Это призматик 1. Без всего. Кстати, карандаш для чего мне нравится. Так, далее. А дальше был Artvisage. Где она у нас? Вот, Artvisage. Вот эта верхняя. В оттенке 106. И в комплименте. Вот она уже подсохла здесь. Она матовая. В 15-м оттенке. И получается, мы с вами протестировали сразу вот столько средств для губ. Так. Ой, ой, ой. Видно? Видно. Вот. Мне кажется, это интересно. Не буду вырезать моменты, где я там стираю, где крашу. Но вот у каждого свой канал. Кому-то интересно каналы, где четко, ясно по существу вырезаны все недочеты. Прямо такое идеальное видео. Кому-то интересно. Вот сидим на кухне, болтаем. Что-то упало, что-то не так сказала. Где-то слово забыла, никак не вспомнишь. Это не значит, что у меня ограниченный словарный запас. Ну пусть, да, вот мне тут девушка написала, что у меня слишком там уже ограниченный словарный запас. Но при этом она со своим обширным словарным запасом крыломатом там в ответ, если девочки начали заступаться. То есть получается, мне такой словарный широкий запас не нужен. Пусть он у меня будет ограничен, но главное, чтобы канал был интересен. Чтобы человек был искренен, я хочу, чтобы от меня веяло добром, никакой негатив тут не мелькал. Бывает, конечно, я там повыступаю немножко, но я стараюсь это делать в любом случае тактично, никого не задевая. Вот, поэтому, знаете, я как Леопольд. Ребята, давайте жить дружно. И не важно, широкий словарный запас, узкий. Если я раздражаю, либо любой другой блогер, не надо ему об этом писать. Нажимайте «Отписаться» и найдите того, кто вам будет интересен. Потому что Ютуб – это целый земной шар. То есть такой мир, где можно найти на любой вкус. И безмолвные, и шипящие, и свистящие, и говорящие. И на всех языках можно найти каналы. И быстро говорят, и медленно, и показывают свочи, и не показывают. Ну, в общем, выберите свое и смотрите. Вот у меня такое, меня не надо исправлять. Не, ну, понятно, если я нуждаюсь в исправлении, что-то там допустила ошибку, например, сказала как факт одно, а я ошиблась. Ну, конечно, можно исправить. Но не так, что, Света, ты такая бестолковая, что лучше закрой канал и не позорься. То есть это не исправление, это хамство. Исправление – это, Света, вот у тебя, ты не так сказала, ты ошиблась. Тогда будет в ответ спасибо звучать. Ну, в общем, ребята, давайте жить дружно. Посмотрели мы с вами свочи, потестировали вот эту краску. Это все, что я хотела рассказать. Я буду прощаться. Вот этот будет ролик совсем такой болтательно-коротенький. Вечером, потому что я пойду к Кате на коррекцию. Я там снимать не буду, потому что Катя будет сама снимать эту коррекцию. И вам расскажет, может быть, что-то новое на своем канале. Я могу ссылку оставить на ее канал. И вы можете посмотреть, что же она сделает с моими ногтями в следующую коррекцию, какими они станут. Ну, а я буду уже прощаться. Всем приятного времени суток. Старайтесь больше улыбаться другим, искать позитив в людях, искать то, за что можно похвалить. И тогда мы быстро будем прощать какие-то недочеты, ошибки, может быть, в словах какие-то там погрешности, когда говорим не так, как надо было бы сказать, но ошибаемся бывает. И легче будет на это не обратить внимания. Всем пока, всем до новых встреч!